Во имя Отца и Сына и Святаго Господня, в субботу первой недели Великого Поста совершается память великомученика Феодора Тира. А поскольку литургия прежде священных даров, совершаемая в пятницу, относится в литургическом календаре уже в субботе, то за этой пятничной литургией прежде священных даров упоминается также святой великомученик Феодор Тира. Он жил в начале IV века и был одним из тех христианских воинов, которых становилось все больше в римской армии и которые не желали участвовать в жертвоприношениях римскому императору. Это был вопрос, который касался не только их гражданской лояльности власти, но и их веры во Христа. Потому что, если как граждане они были верными слугами своего императора, то участвовать в жертвоприношениях ему как Богу они не могли. И Феодор Тирм был одним из тех, кто пострадал в гонении императора Максимиана, не желая принести жертву императору как Богу. После этого произошли многие изменения в жизни в христианской церкви. Благодаря Миланскому Эдикту 313 года, изданному императором Константином, церковь христианская получила право на легальное существование в Римской империи, гонения прекратились, церковь стала воздождаться, и весь IV век был наполнен этим возрождением церкви по всей Римской империи. Что-то подобное мы с вами увидели и продолжаем видеть в наше время, когда после долгих десятилетий гонений церковь восстала из первого. Но один из императоров, Юлиан, решил восстановить языческую религию, тогда, когда уже многие в Римской империи, в том числе и среди придворных, в том числе и среди тех, кто служили в армии, стали христианами. И эта попытка реставрации язычества была недолгой, но употреблялись разного рода хитрости для того, чтобы людей склонить к белопоклонству. Если не явно, то хотя бы так. И вот по приказу этого нечестивого императора-отступника, а отступником он был назван потому, что он был крещен христианской великой, но отступил от него, предавшись язычеству. По его приказу, на первой неделе Викого Поста пища, которая продавалась на рынке, окроплялась и дала жертвенной крови. И таким образом этот нечестивый император хотел вовлечь христиан, хотя бы бессознательно выдал служение. И тогда святой великомучник Федор Тиран, пострадавший за 50 лет до этого, явился во сне Константинопольскому архиепископу Евдоксию и предупредил о том, что вся пища, которая продается на рынке, окропляет цикл жертвенной крови. И архиепископ предупредил об этом христианам. И христиане не покупали в эту неделю пищу на рынке, а питались зернами. В память о чем? С тех самых форм и совершается освящение полива в этот литургический день. Казалось бы, такое отношение все это имеет к нам, живущим столько веков спустя. И почему мы должны каждый год вспоминать это событие? Оно напоминает нам прежде всего о ценности нашей христианской веры и о том, как в древние времена, а также и в совсем недавние времена люди готовы были жертвовать всем, а если необходимо, то и собственной жизнью, для того, чтобы не нарушить Божьи повеления, для того, чтобы остаться верными Христу. И хотя событие, вспоминаемые нами сегодня, произошло в далеком уже четвертом веке, подобного рода события происходили в двадцатом веке, когда нечестивые отступники захватили власть, когда они инициировали гонения на церковь, и когда многим людям, и архиереям, и священникам, и монашествующим, и мирянам, приходилось едва ли не каждый день делать выбор между идолослужением или верностью Христу. Были те, которые оступились, были те, которые отступили и отреклись от веры. Но было и великое множество исповедников и мучеников, явных и неявных, тех, чьи имена сегодня известны, и кого мы прославляем, как новомучеников и исповедников Церкви Русской, и тех, чьи имена знает только Сам Господь Бог. Люди, которые в труднейших условиях исповедовали свою христианскую веру. И которые не подклонились под то идолопоклонство, что было навязано людям безбожной власти. Мы вспоминаем эти события для того, чтобы укрепить свою веру, для того, чтобы укрепить свою готовность идти путем исповедничества. От нас не требуется сегодня мученический поле, и от нас не требуется исповедничество в том смысле, в каком исповедниками были те, кто жили во времена Агонии. Но от нас Господь ожидает, что мы будем со смирением проходить путь покаяния, который предложен нам Церковью, что мы будем исполнять то, что повелела нам Церковь, и что мы будем верность Господу нашему Иисусу Христу сохранять во всей нашей жизни. Пусть память святого великомученика Федора Тирона укрепит нас на этом нашем христианском пути. Будем молиться этому святому о том, чтобы он помог нам иметь такую же твердую и крепкую веру, и всегда идти путем заповеданных нам Господом нашим Иисусом Христом. Аминь. Спасибо. Храни вас всех, Господи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok